Всем привет и хорошее настроение! С вами Рэй, и сегодняшний мой выпуск посвящен нашим с вами детям. Продолжаем проходить невероятные приключения кота Парфентия в деревне. Как дела? Хочешь поиграть в стихи? Это очень интересная игра. Это как? Расскажи. Я тебе читаю стих, а ты запоминаешь, а потом я тебе говорю первую строчку из стиха, а ты мне вторую. Я тебе третью, а ты мне четвертую. И так далее. О, это интересно. Можно попробовать, как будет время. Ну что, играем в стихи? Да, давай. Ну давай начнем с простого. Слушай. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубе том. И днем, и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, Налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, Русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках Стоит без окон, без дверей. Запомнил? Ну давай, я говорю первую строчку, Ты говоришь вторую. У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь над дубе том. Верно. Следующая строчка. И днем, и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом. Верно. Следующая строчка. Идет направо, песнь заводит, Налево сказку говорит. Вот правильно. Первую часть ты ответил всю правильно. Давай повторим весь стих. У лукоморья дуб зеленый, Золотая цепь над дубе том. И днем. Там чудеса. Первую часть мы прошли. Давай вторую. Там чудеса, там леший бродит, Русалка на ветвях сидит. Верно. Следующая строчка. Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей. Верно. Следующая строчка. Избушка там на курьих ножках. Стоит без окон, без дверей. Вот и отлично. Давай все вместе повторим. Повторяй за мной. У лукоморья дуб зеленый. Там чудеса. Молодец. Как будет время, приходи. Можем поиграть в более сложные стихи. Ну что же, давайте немножко прогуляемся. А потом, я думаю, мы вполне можем выучить и второй стих. Так, ребята, вы со мной не хотите общаться? Тогда я пошел к лукерии. Давай, лукерия, задавай. Ну что, еще поиграем? Да, давай. Мне понравилось. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнуты негой взоры. Навстречу северной авроры. Звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась. На мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, Сквозь тучи мрачной желтела. И ты, печальная, сидела. А нынче, погляди в окно. Под голубыми небесами, Великолепными коврами, Блестя на солнце снег лежит. Прозрачный лес один чернеет. И ель сквозь и не зеленеет. И речка подо льдом блестит. Запомнил? Итак, поехали. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Верно, следующая строчка. Пора, красавица, проснись. Давно пора. Будильник прозвенел уж. И это я пошутил. Открой, сомкнутый негой взоры. Верно, следующая строчка. Навстречу с северной авроры. Шучу. Стремительно ты побеги. Звездою севера явись. Молодец. Давай весь стих повторим и перейдем ко второй части. Мороз и солнце. Вечер. Под голубыми. Первую часть мы прошли. Давай вторую. Вечер. Ты помнишь, вьюга злилась. Кошмар, как очень страшно было. Ой, а на мутном небе мгла носилась. Верно, следующая строчка. Луна, как бледное пятно. А вот тут вот, ребята, я уже и сам запамятовал, что надо правильно ответить. Но давайте попробуем так. Сквозь тучи мрачный жилтело. Верно, следующая строчка. И ты печальная сидела. А что для тебя, в общем, обычно. А нынче погляди в окно. Уф. Вторую часть освоили. Еще раз повторю весь стих. И давай к третьей перейдем. Мороз и солнце вечер под голубыми небесами. Лужок раскинулся. Красивый. Великолепными коврами. Верно. Следующая строчка. Блестя на солнце снег лежит. Хотя местами не блестя. Прозрачный лес один чернеет. Верно. Следующая строчка. И ель сквозь синий зеленеет. А вот сосну совсем не видно там. И речка подо льдом блестит. Молодец. Ты очень умный кот. Такой длинный стих запомнил. Давай еще раз повторим его весь. Повторяй за мной. Мороз и солнце день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнуты негой взоры. Навстречу северной авроры. Звездою севера явись. Вечер. Ты помнишь, вьюга злилась. На мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно. Сквозь тучи мрачный желтела. И ты, печальная, сидела. А нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, Великолепными коврами, Блестя на солнце снег лежит. Прозрачный лес один чернеет. И ель сквозь иний зеленеет. И речка подо льдом блестит. Молодец. Как будет время, приходи. Можем поиграть в более сложные стихи. Не будем откладывать. И приступим сразу к стишкам. Ну что, еще поиграем? Да, давай. Мне понравилось. Однажды в студеную зимнюю пору Я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, подымается медленно в гору Лошадка, везущая хворосту в воз. И, шествуя важно в спокойствии чинном, Лошадку ведет под узцы мужичок. В больших сапогах, В полушубке овчином, В больших рукавицах, А сам с ноготок. Здорово, парнище! Ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, Как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу везти, ма. Отец, слышишь, рубит, А я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что, отца, то большая семья? Семья-то большая, Да два человека всего мужиков-то. Отец мой, да я. Так вот она что! А как звать тебя? Власом. А кой тебе годик? Шестой миновал. Ну, мертвая! Крикнул малюточка басом, Рванул под узцы И быстрее зашагал. Запомнил? Да. Начнем однажды В студеную зимнюю пору. Ой, я из дома вышел И сразу замерз. Я из лесу вышел Был сильный мороз. Верно. Следующая строчка. Гляжу, подымается медленно в гору. Ой, лошадка, несущая Букет алых роз. Лошадка, везущая хворосту воз. Верно. Следующая строчка. И шествуя важно В спокойствии чинном. Лошадку ведет под узцы мужичок. Верно. Следующая строчка. В больших сапогах, В полушубке овчином. В огромных перчатках, А сам с лепесток. В больших рукавицах, А сам с ноготок. Умница. Теперь давай повторим весь стих И перейдем ко второй части. Однажды, в студеную зимнюю пору. Здорово, тыкву. Здорово, парнище. Ступай, куда шел. Ступай себе мимо. Верно. Следующая строчка. Уж больно ты грозен, Как я погляжу. Откуда дровишки? С рынка вестима. Отец, слышишь, Продает, А я подвожу. Из лесу вестима. Отец, слышишь, Рубит, А я отвожу. Верно. Следующая строчка. В лесу раздавался топор дровосека. А что у отца-то большая семья? Семья небольшая. Всего три человека. А мужиков-то, Батя да я. Семья-то большая, Да два человека. Всего мужиков-то, Отец мой да я. Молодчина. Осталось совсем чуть-чуть. Прежде чем продолжить, Давай повторим весь стих. Однажды, в студеную зимнюю пору. Так вот оно что. А как звать тебя? Так вот оно что. А как звать тебя? Власом. Верно. Следующая строчка. А кой тебе годик? В шестой миновал. Верно. Следующая строчка. Ну, мертвая! Крикнул малюточка басом. Рванул под узцы И рукой помахал. Рванул под узцы И быстрей зашагал. Такой сложный стих выучил. Давай теперь его повторим. Повторяй за мной. Однажды. Здорово. Так вот. Спасибо, что поиграл со мной в стихи. Было весело. Но еще других дел полно. Так что придется ими заняться. Ну вот. В стишки мы поиграли. Давайте посмотрим, чем можно здесь еще заняться нам. Эти ребята тут стоят. Ничего не делают. А чем же тогда заняться нам? Помните, ребята, был где-то у нас заяц, который хотел с нами играть на перегонки. Давайте его поищем. Зайчик, выходи. Я хочу с тобой играть. Не прячься. Все равно найду. Что у нас здесь? Здесь у нас курочки. Свинюшки. А зайца нету. Но мы его все равно найдем. Так. Вот у нас молочко. Коровка стоит. Давайте с вами перепрыгнем за оградку. И пройдемся по тропинке. Вдруг он где-нибудь здесь нас ждет. Но пока его не видно. Отлично. Так, мостик. Какие большие здесь грибы, а? Нету. Спрятался. А, вот мы его и нашли. Вот он где прячется, а? О, так значит, ты чемпион двора. А, ну что ж, для начала тебе надо пройти отборочный тур. У нас одна трасса, на которой мы все соревнования проводим. Готов размяться? Вперед. Значит так, чтобы нам время не терять и зазря не гонять. Давай для начала ты просто пробежишь по трассе за отведенный отрезок времени, чтобы понять, стоит ли с тобой вообще соревноваться. А то, может, ты так слаб, что... Слишком много слов. Я побежал. Ну что же, давайте посмотрим, что представляет из себя эта трасса. Так, ну пока у нас все идет хорошо. Здесь мы перепрыгиваем, заворачиваем. Надо пробежать все эти светленькие столбики. Точнее, это отметки. И у нас еще при этом идет время. Поэтому надо спешить. Да. Ничего пока сложного я не вижу в этой трассе. Но это пока. По-моему, я не туда побежал. Да, надо развернуться. Ага, вот здесь я пропустил. Так, рыбка лежит. Подкрепились и побежали дальше. Еще один столбик. Следующая у нас впереди отметка. Это сколько нам, интересно, надо пробежать кругов? Один или два? Времени нам дали достаточно. Наверное, придется два круга бежать. Так, у меня закончилась энергия. Поэтому придется немножко подкопить ее. А для этого надо будет мне пройтись пешочком. Так, вот рыбка. Я зарядился энергией и могу спокойно себе продолжать бег. А вот и зайчик. Да, да, ребята, мне придется бежать второй круг. Молочко. Опа, схватили. Ну, теперь вроде бы все понятно. Трасса для меня знакомая. Поэтому, я думаю, никаких проблем на втором круге у нас не появится. Кроме того, что кончается энергия. И, скорее всего, мы с вами обыграем этого зайчика. Так, что пускай он сильно не хвастается, что он самый быстрый бегун. Мы его победим. Можете в этом не сомневаться. Так, еще несколько отметок прошли. Времени у нас 78 секунд. Немножко энергии накопил. Пробежимся. Я думаю, нам этого времени вполне достаточно, чтобы пробежать этот круг. У нас целая минутка еще впереди. Единственное плохо, что очень быстро у него заканчивается энергия. А когда она заканчивается, мы не можем бежать. Мы можем только идти. Соответственно, теряем в скорости. И тратим на это больше времени. Еще отметочка. И еще одна. Ну что, где-то уже должен быть финиш. Ну, а вот и зайчик наш. Ну а на этом, ребята, я буду заканчивать эту серию. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующем выпуске. ПОДПИСЫЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙС Продолжение следует...